Электрон Либерпродуксион представляет Замки Франции Грязан, Эро Вдоль всей линии горизонта протянулись виноградники, которые зимой спят. Стены замка Грязан, где проводились средневековые турниры, подверглись изменениям в 19 веке. Бойницы были добавлены к этому старому лангидокскому жилищу позже. Это было во времена, когда благодаря винограду регион стал настоящим альдорадо, во времена, когда культура виноделия так процветала, что одного урожая было достаточно, чтобы возвести замок. Грязан – один из самых прекрасных памятников той золотой эпохи. Его нынешнюю владелицу зовут Мари Франс Лансон. Это известное имя в Шампании. И она долгое время стремилась сохранить виноградерские традиции Грязана. Я здесь уже 30 лет. Это получилось случайно, потому что у моего мужа была мечта. Он искал имение, где можно было бы поселиться. Мари Франс Лансон. И это было его мечтой довольно долгое время. Он узнал, что это имение продается, и решил воспользоваться случаем. Я тоже поучаствовала в этом деньгами. Мы поселились здесь, но это было совсем не то, о чем я мечтала. Здесь все было замечательно, огромное пространство, кругом природа, птички. Возможно, это смешно, но все было очень необычно. Для меня это было очень необычно. В настоящее время у замка Грязан два собственника. Один владеет виноградником и погребом замка Грязана я владею недвижимостью. Изначально он был единым, и мы занимались им в течение 20 лет. После того, как он уже практически стал семейным имением, он был разделен на два хозяйства. Так получилось. Чтобы продолжать развивать замок, несмотря на утрату виноградника, Мария Франс Лансон открыла комнаты для гостей, добившись полной независимости. Она по-прежнему остается в фамильном замке, где вырастила трех детей, хотя Грязан стал туристическим предприятием. Прежде чем стать местом приема посетителей со всех концов света, Грязан в Средние века был одним из пунктов остановок паломников на пути в Сантьяго. Замок также был главным оплотом тамплиеров в регионе, а после гибели этих рыцарей перешел к Мальтийскому ордену. После Французской революции история замка уже значительно меньше связана с религией. В 1824 году семья Мерпуа купила этот замок, у которого не было ничего общего с тем, что мы имеем на сегодняшний день. У нас сохранилось не так много данных о нем. На протяжении многих лет они перестраивали его, расширяли, соединяли строения, которые не были соединены. Строили, заделывали, открывали, закрывали, делали все необходимое. Например, колокольня, находящаяся позади вас, была сооружена позже, в XIX веке. Колокольня регламентировала работу владельца замка. Колокол звонил ровно в четверть, в половину, в три четверти, а на ночь переставал звонить. В то время он переставал звонить в шесть часов вечера и начинал снова в шесть утра, чтобы лошадей запрягали в повозку. Но теперь у нас бывают гости, и мы немного изменили эту систему. Колокольня звонит с восьми утра до восьми вечера. Итак, мы заходим в замок. У вас под ногами история, которая датируется эпохой тамплиеров, то есть XII-XIII веками. Это была вторая часть комнаты, где был установлен камин. Единственное, что появилось здесь, примерно в XIX веке. Он был построен в том же стиле, что и мозаика, да и мотивы те же. Вид же, напротив, сильно отличается, потому что этой части комнаты всего сотни лет. Все в этой комнате является результатом сочетания и преобразования. Надо сказать, что в XIX веке были проведены изменения, приведшие к сокращению пространства. Поэтому небольшой двор, где находился колодец, понемногу превратился во внутренний дворик. После того, как работы были завершены, двор со всех сторон оказался окружен комнатами и превратился в своеобразный центр замка. Этот камин существовал уже в средние века. Мы с уверенностью можем сказать, что он замечательно функционировал, потому что снизу сохранились черные следы. Это был загородный дом, и сюда приезжали пару месяцев в году в хорошую погоду. Так что камин не был сугубой необходимостью. Он нюз, скорее, декоративную функцию и соответствовал духу времени. Этот замок находился на пути паломников в Сантьяго де Компостелло. Поэтому мы можем видеть здесь ракушки, отличительный знак паломников. Далее идет крест тамплиеров, говорящий о том, что хозяин замка был рыцарем этого ордена. А после того, как орден упразднили, рыцарь Мальтийского ордена, затем собственник, владевший замком в 19 веке и проведший реставрацию, оставил свои инициалы Ж.М. Все комнаты основного крыла, выходящего в парк, предназначены для приема гостей, так же, как и в 19 веке. Свидетельством тому служит внимание, уделяемое декору. Итак, мы находимся в столовой, которая выходит в западную часть парка. Утром здесь удивительно, потому что здесь у нас подают завтраки. Солнце освещает парк, и отсюда на него открывается совершенно удивительный вид. Здесь очень красиво. Эта комната сохранилась в первоначальном виде. Камин уформлен в стиле Генриха II, он не относится к той эпохе, но выполнен так же. Здесь инкрустация из настоящего мрамора. Столовую продолжает величественный зал, который не всегда был просто бальным залом. Первоначально, если говорить на чистоту, это был зал для игр, азартных игр. И поскольку в азартные игры играли по вечерам, а комната обращена на запад, окна часто были закрыты, что объясняет хорошее состояние настенных ковров. Они сохранились замечательно. Он использовался до 1892 года. Это действительно интерьерный шедевр XIX века. Здесь сделана деревянная отделка, использован орнамент круглой формы со знаком мальтийского ордена и инициалами владельца той эпохи, господина Мерпуа. Это черное дерево, по бокам палисандр, а рядом порода деревьев с юга Альп. Так что использованы очень хорошие материалы. И, как видите, время их совсем не тронуло. По центру находится мрамор. Это настоящий мрамор, потому что в этом регионе много мраморных карьеров. Две колонны камина сделаны из того же мрамора, что и колонны Большого Трианона Версаля. Здесь вновь можно найти инициалы владельца той эпохи, господина Мерпуа. А сверху мозаика, представляющая эмблему мальтийского ордена, который благодаря инкрустации сильно отличается от остальных. Таким образом, это камин, но одновременно и элемент декора, как я люблю объяснять, потому что владелец жил здесь всего два месяца в году, когда не было острой необходимости в отоплении. Командора Итак, мы находимся в красной комнате Командора. На самом деле, это комната для гостей замка. Они ночевали здесь после игры. Стены оформлены красным бархатом и украшены орнаментом. Потолок представляет собой типичный французский потолок с деревянными перекладинами и бумагой соответствующего цвета. Недавно нам пришлось его переделать, потому что появились потеки, и, к сожалению, мы не смогли переделать сохранившиеся первоначальные части, потому что в них использовалась золотая фольга. Их было гораздо важнее сохранить. Что мы и сделали. Пришлось чем-то жертвовать. Мы оставили семейную меблировку, потому что это придает дух семейственности этому фамильному дому, и гости словно посещают дальних родственников в Лангидоке. Как мы уже сказали, гости здесь чувствуют себя как часть семьи. И не всегда было просто для детей Марии Франс принять присутствие незнакомцев в этом огромном замке, который был для них уголком рая. Но понемногу они поняли необходимость открыть замок для посещения и стали помогать матери в ее многочисленных делах. Здесь проводятся грандиозные мероприятия, отмечаются свадьбы, разные события. Все распланировано на несколько месяцев вперед. Поэтому мы с детьми готовим дом то для свадьбы, то для приема, то для чего-то еще. Они делают очень многое. По поводу того, что однажды мне придется взять на себя управление этим домом... Мария Стрит-Любак. Я не знаю, потому что он очень большой. Это огромный дом. Когда привел в порядок одну часть, надо приниматься за другую. Закончил там, надо снова возвращаться сюда. Так что надо нанимать персонал, а это стоит дорого. Постоянно надо что-то ремонтировать, потолок течет, надо ремонтировать крышу. Так что следить за этим домом очень сложно. Он очень большой. Но, с другой стороны, я не хочу уезжать отсюда, потому что прожила здесь всю жизнь вместе с братьями. Многие мои воспоминания детства связаны с этим местом. И это поле когда-то было моим полем. И хотя теперь оно стало чьим-то другим, жаль, что это так. Замки Франции Продюсеры и режиссеры Янис Шиби Михаэль Казан Автор текста Мартан Перран Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова